Привет, бои и скайлты, с вами Кьюбайт. Я продолжаю освещать новости с Комикона в Бразилии. Вчера я делал ролик по панели Marvel Studios, он здесь есть по подсказке. Сегодня это панель Warner Bros. Конечно, будем в основном говорить о Чудо-женщине, то есть весь ролик посвящен ей. Буквально одна минута тому, что показали помимо Чудо-женщины. Довод, это фильм Кристофера Нолана, где сыграет Роберт Паттинсон, также заявился Мэтт Ривз, правда по видеосвязи, и сказал, что в следующем году на Комиконе в Бразилии он покажет материалы по Бэтмену, с фильмом все в порядке, скоро будут съемки. В общем, все отлично, стоит ждать. Официально анонсировали вторую часть Аквамена, вторую часть Шазама, которую начнут снимать в следующем году, также третью часть Заклятия, это франшиза Джеймса Вана, и показали кадры фильма Годзилла против Конга. Вот это будет нечто, выходит уже в следующем году. Ну а теперь первый полноценный трейлер фильма Чудо-женщина 1984. Это будет автономный проект. Конечно, по факту это продолжение первой Чудо-женщины, которая вышла в 2017-м аж году, но также это и спин-офф Бэтмена против Супермена, где Диана впервые появилась, и она помогала Бэтмену и Супермену, что логично. В первом фильме мы увидели, как Диана участвовала в Первой мировой войне, мы увидели, как она появилась и вообще, как зарождался этот герой, то есть это был классический Ориджин. Вторая часть, которая не называется Чудо-женщина 2, а называется 1984, 1984. Сделана эта специальность, чтобы привлечь новых зрителей, чтобы люди такие, Чудо-женщина, мы вроде как-то уже когда-то смотрели, примерно знаем, что это за персонаж, но здесь новые локации, новое время, 1984 год, все те же персонажи, возвращаются даже те, которые погибли в первой части, с этим разберемся в трейлере и в этом ролике. Ставьте свои лайки Золотого Орла. Не знаете, что это? Это новая броня Чудо-женщины, но с этим тоже разберемся, погнали. Трейлер начинается с показа квартиры Дианы, где повсюду стоят в рамках фотографии и вырезки из газет со Стивом Тревором. Также лежат его часы из первой части и фотография Дианы рядом с вывеской «Ранчо Тревора», которая названа в честь Стива Тревора. Показывают Кристину Уик в образе Барбары Минервы, не путать с Минервой и с Капитан Марвел. Это гепарда. В комиксах Барбара была археологом, которая нашла племя, где лидером была женщина с силами гепарда. Бандиты истребили большую часть племени и жители предложили Барбаре стать новым лидером и принять силы гепарды. Это не Черная Пантера. Правда, была одна тонкость, о которой Барбара не знала. Носительница сил должна была быть девственно чистой. А Барбара таковой не была, поэтому обряд стал для нее проклятием и находиться в человеческом обличии для нее невыносимая доля. Изначально конфликт с Чудо-женщиной был лишь из-за удивительного лассо истины. Но позже это переросло в стандартное соперничество между героем и злодеем. Я заметил, что в комментариях многие в недоумении от образа гепарды, так как в комиксах и в играх и в мультфильмах она получеловек-полуживотная, а на постере она просто женщина в ободранной одежде. Но в трейлере нам показывают некую эволюцию персонажа. Сначала она серая мышка, далее она уже в непривычном для себя платье и макияже на вечере. И на нее все оборачиваются, потому что ранее ее такой не видели. А на постере она уже в паре шагов от гепарды. Не сомневаюсь, что в конце концов нам покажут ее хищную часть в фильме. Но это оставили для второго трейлера или вообще для фильма. Хотя в этом я сомневаюсь. Это просто мусорка. Ну и куда же без стилизации логотипов? Warner Bros. и DC под Retro Wave 80-е. Просто ретро. И разумеется, сейчас мода на это. Stranger Things, Thor Ragnarok, разумеется, рекламную кампанию этого фильма. Очень напоминает, особенно цвета постеров. Но от этого никуда не деться. Сейчас это популярно, ностальгия по тем временам. И в целом меня это устраивает, хотя в те времена я никогда не жил. Но этот саундтрек... События фильма происходят в 1984 году, а значит холодная война между Советским Союзом и США в самом разгаре. И я уверен, что это будет должным образом обыграно в самом фильме, так как первый фильм был напрямую связан с войной. Да, там это объяснялось участием бога войны, который натравливает каждую сторону друг на друга для своего удовольствия. Но в 80-х методы уже другие и появилось телевидение, которое, как понятно дальше из трейлера, сыграет немаловажную роль в сюжете и в разжигании этой самой холодной войны. Показывают торговый центр, он же Мол. В те времена в США подобные Молы были главным местом развлечений для молодежи, что отлично показано в третьем сезоне «Очень странных дел», где события тоже крутятся вокруг холодной войны. А также в фильме Кевина Смита «Мол Редс», где была, кстати, первая камео Стенали в полнометражном фильме. Это просто мусорка. В нескольких сценах из телевизоров вещает персонаж Педро Паскаля Максвилл Лорд. В комиксах Макс был хитрейшим предпринимателем и манипулятором, и в первое время была идея сделать его служителем новых богов Джека Керби. Думаю, эту идею и подхватила Петти Дженкинс для фильма, так как на серию «Лига справедливости» 1987 года, где впервые, кстати, и появился Максвилл Лорд, много отсылок даже в этом первом трейлере. Не сомневаюсь, что Максвилл будет злодеем нового образца, капиталистом, который хочет больше власти и денег. И даже визуально Педро Паскаль в образе персонажа напоминает нынешнего президента США Дональда Трампа. Забавно, что уже второй фильм DC не обходится без аналогий с современными реалиями и выставлением президента как антагониста. И да, это «Мандалорец без шлема», дальше сериал можно не смотреть. Это просто мусорка. Костюм Дианы в этом трейлере и, соответственно, в фильме просто чудесен. Он стал ярче и по-прежнему так же круто смотрится на Галгадот. Кстати, сцену из торгового центра показывали еще на Комиконе в 2018 году, а съемки фильма были закончены в декабре 2018 года. По факту мы могли бы уже посмотреть этот фильм, но его было решено перенести на лето 2020 года. Может быть, это и к лучшему. В первом фильме Чудо-женщина была тайным героем и всячески скрывала свою амазонскую натуру. В этом фильме она уже не прячет костюм от общественности, но старается скрыть свое лицо по максимуму и тиарой отключает камеры видеонаблюдения. Она не Кларкент и понимает, что просто напялить тиару и надеть костюм этого не хватает для того, чтобы скрыть свою настоящую личность. Ну или псевдоличность, с которой она живет в этом мире в этом времени. На следующих кадрах нам показывают часы Стива Тревора, которые загадочным образом двигаются. И в следующих кадрах он появляется в 80-х живым и невредимым перед Дианой. Напомню, в финале первого фильма он пожертвовал с собой, а в этом фильме он снова будет одним из главных героев. Петти Дженкинс рассказала, что это будет объяснено сюжетом. А еще в январе этого года появились слухи, которым лично я склонен верить. Максвилл Лорд получит силы Бога и сможет исполнять желания. И после череды событий желание Дианы исполнится и Стив вернется. Как раз таки в трейлере мы видим, как она смотрит на небо, где пролетает самолет. Стив был пилотом и очевидно думает о том, как бы было хорошо, если бы он вернулся. Еще одна любопытная деталь. Стив явно прибыл из времен Первой мировой войны, так как он не знает даже, как выглядит мусорное ведро. Скорее всего, это будет похоже на путешествие во времени или Стив из параллельной вселенной. Марвел даже сюда добрались со своими путешествиями во времени в Мстителях 4. А сцена, где Стив отдает Диане уже Кассио часы, похожа на сцену из первого фильма, когда они прощались. Боюсь, что этим кадром студия заспойлерила, что Стив снова каким-то образом обменяет свою жизнь на жизнь Дианы или жизни других людей. Пишите, что вы думаете насчет этого предположения с желаниями и Стивом из параллельной вселенной, реальности или даже из прошлого. Я всегда склонен в такое верить, я обожаю назад в будущее, но пишите, что вы думаете, может быть, со здравыми мозгами. Далее в трейлере Максвилл достает загадочный минерал, который, скорее всего, и станет важным элементом в сюжете. Судя по столу Макса, его компания, или компания, в которой он работает, занимается нефтью, что еще раз подтверждает, что он станет предпринимателем, который пойдет на все, чтобы захватить власть. В комиксах DC есть один из мощнейших артефактов, который позволял менять реальность и осуществлять даже самые безумные мысли и желания. Это артефакт новых богов под названием Варлогог. Однако, по словам Максвилла-лорда из трейлера, он может получать то, чего захочет, и его выступления по телевизору явно показаны не просто так. Он сможет, видимо, влиять каким-то образом на население, как-то гипнотизировать, и это приведет к беспорядкам, показанным в трейлере. И это снова аналогия на нашей реалии, где телевизор и пропаганда туда влияют на население. Диана и Стив летят в самолете, что, кстати, стихия Тревора, так как он, напомню, был пилотом, и они попадают под град фейерверков. Опять же, если смотрели этим летом третий сезон Stranger Things, то у вас сразу возникает ассоциация с Днем Независимости, который празднует 4 июля в США. И это подтверждается надписью в одной из сцен. Специальная скидка к 4 июля. В трейлере подозрительно много сцен из некой страны Ближнего Востока. По фотографиям со съемок, которые были опубликованы еще где-то год назад, мы знаем, что это снималось на Канарских островах. А, кстати, Галгадот, она родом из Израиля, так что подобные локации ей очень близки. Возможно, это будет связано каким-то образом с нефтяным бизнесом Максфилла Лорда. И снова забавная аналогия с Трампом. Стена посреди города. Для тех, кто не в курсе, стена между Мексикой и США – это главный проект Трампа. Следом показывают флешбеки на Тимис Кири, где мы снова видим молодую Диану. Вряд ли в фильме будут вот прям напрямую путешествия во времени, так что, скорее всего, эти флешбеки будут нужны для мотивации Чудо-женщины, чтобы она не забывала, откуда она родом. Кстати, у DC уже в разработке находится проект о амазонках Тимис Кири, и продюсером этого фильма выступит Петти Дженкинс, которая сняла первую Чудо-женщину и Чудо-женщину 1984. И, возможно, еще снимет третью. Конечно, главный сюрприз этого трейлера – это новая броня Чудо-женщины. Для меня это не стало каким-то откровением, так как слухи о броне ходили давно и позже ее показывали на постере. Эта броня в комиксах носит название «Броня Золотого Орла». Искована она из редкой амазонской стали, которая невероятно крепка. Крылья, которые Диана в трейлере отбрасывает, надеюсь, будут служить не только красивым дополнением, но и функциональной частью костюма, и Диана сможет летать. Тем более в комиксах у нее есть свой транспорт, который становится невидимым. Было бы круто, если бы это как-то обыграли. Трейлер напичкан удивительной красоты экшн-сценами, где Чудо-женщина Диана раскидывает всех налево и направо, и чего стоит только одна сцена, где она а-ля Человек-паук хватается за молнией и летит по небу. Это выглядит странно, но прикольно. После всего того, что мы увидели и обсудили из этого трейлера, становится очевидно, что идея для сюжета фильма была отчасти взята из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Название все-таки не просто так. Наверняка вы хоть раз слышали о большом брате, который за всеми наблюдает. Так вот это оттуда. Думаю, Макс Лорд будет представлен именно злодеем, который захочет заполучить власть над всеми людьми. Но, конечно, с помощью магии или какой-то сверхсилы. На этом мой разбор закончен. Трейлер выглядит фантастически, спецэффекты выглядят пока здорово. Я надеюсь, что они еще их доработают. Тем более, времени у фильма был вагон, а еще до июля 2020 года, кажется, тогда выходит фильм, еще вагон времени, так что я думаю, все будет на высоте. И фильм выстрелит, как и первая часть. Она была очень крепкой, надеюсь, этот будет еще лучше. Поддерживайте лайком, мне будет приятно. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу трейлера, по поводу этого ролика. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok